Добрый вечер. Завтра преимущественно без высадков, а сегодня гроза. Гроза разразилась над городом Ершелаимом, его садами и парками, его дворцами и лачугами. И гроза в политической жизни России и Москвы. Объявлены внеочередные выборы. Собственно, вообще объявлены выборы мэра у нас в единый день голосования, как мы все слышали, 8 сентября. И сегодня в программе археологии мы обсудим, зачем это, собственно, произошло, кому это нужно, и зачем вообще эти выборы нужны, когда, как кажется, все уже и так понятно. Добрый вечер. Это программа «Археология» в студии Сергей Медведев. Как всегда, по понедельникам «Археология Форбс». Мой соведущий сегодня Игмар Муртазаев, замглавного редактора «Форбс». И в гостях у нас политический аналитик Александр Кынев и экономический обозреватель Борис Грозовский. Добрый вечер, коллеги. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, собственно, да. Я хочу понять, почему такой ажиотаж, да, на улице Гороховый ажиотаж. Почему такой ажиотаж относительно вот этих вот выборов, буквально все новостные ленты забиты, все выпуски новостей. Ведь, казалось бы, все достаточно ясно и очевидно. Откуда, почему такой шум с выборами мэра? Что это неожиданно? Александр, для вас это какое-то, так сказать, явилось сюрпризом, вот это вот объявление недавнее? Нет, оно не стало сюрпризом. Оно, в принципе, ожидалось в течение нескольких месяцев. Дискуссия шла зимой. Хочу напомнить, в том году был доклад СПИ. Да, это такая прокремлевская экспертная организация Дмитрия Бодовского. И там была одна из идей, было по возможности перенести массу выборов губернаторов пораньше, да, с тем, чтобы они были подальше от федеральных выборов. Поэтому, так что в этом смысле, как бы, то, что вариант возможен, было известно давно, но новостью стало то, что он все-таки случился. Потому что мы знаем, что множество губернаторов ходило, бивало пороги, очень просилось, чтобы их пустили на выборы. И в прошлом году, кстати, многие хотели, и в этом году, кстати, возможно, еще кто-нибудь и добавится. То есть, в принципе, теоретически такая возможность еще есть. Ну, а почему тут столько шума? Понятно, почему столько шума. Москва – это крупнейший город страны, даже если считать количество избирателей, ну, вот, даже после добавления новой Москвы, это где-то примерно 7 миллионов 200 тысяч. 7 миллионов, да. 7 миллионов 200 тысяч примерно избирателей страны. То есть, это самый крупный субъект, если брать Москву с Московской областью, то, ну, это почти 15% избирателей страны. То есть, это гигантский кусок, я уже молчу про экономическую, политическую и иную роль. Любой человек во главе города Москвы – это одна из ключевых фигур федеральной политической элиты. Ну, можно вспомнить, как крепкий хозяйственник Юрий Михайлович Лужков, который когда-то, значит, избирался тоже под лозунгом, что, там, мы не политика избираем, а чистого хозяйственника и так далее, превратился в политического тяжеловеса и в конце 90-х годов всерьез рассматривался как возможный кандидат в президент или в премьер-министры. Поэтому, когда речь идет о выборах мэра Москвы, это де-факто один из ключевых руководителей государства в целом. Ну да, если, собственно, вспомнить и Хрущев как, так сказать, и путь Хрущева, и путь Бориса Николаевича Ельцина, пусть не мэра, да, но, так сказать, тогдашняя глава фактической власти. То есть, в этом смысле. А, так сказать, если уж сразу так об этом говорить, вы видите какую-то возможность такой же траектории для Собянина? Ну, она явно не исключена. Хочу напомнить пресловутые там разные доклады последнего года, там, про политбюро и так далее, и вариант Сергея Семеновича как одного из возможных там кандидатов в премьер-министры, например, да, или даже там какие-то будущие президенты, но он гласно-негласно обсуждался и присутствует. Хотя Сергей Семенович как мог открещивался, да, как только эти доклады появлялись. Ну, понятно, здесь попробуй не подкрещивайся. Поэтому я думаю, что ничего исключать нельзя, тем более, подчеркиваю еще раз, история нашей страны показывает, что пост мэра Москвы — это такой трамплин, который очень многих выводил дальше. Мне кажется, что есть еще один план у этих выборов, как бы символический, он, может быть, даже важнее, чем борьба за кресло мэра, которой, в общем-то, нет. Москва была в последние два года такой, как бы, столицей оппозиционного движения. За последний год-полтора крайне сильно выросло, как бы, разочарование ему, разочарование у тех, кто ходил один, два, там, или пять-шесть раз на площадь. И у Собянина нету никаких проблем с легитимностью ни со стороны Путина, там, как бы, есть безусловная поддержка, ни, в общем-то, со стороны горожан. То есть все опросы дают ему от сорока, там, до пятидесяти пяти или даже чуть выше процентов. Поэтому ему не нужно было бы доказывать свое признание со стороны горожан. Но вот продемонстрировать, что, как бы, оппозиция ничего не может, это, мне кажется, очень хорошая задачка, которую ставили перед собой те, кто советовали Собянину идти на выборы именно сейчас. То есть если Москва не сумеет выдвинуть никакого альтернативного кандидата, или он получит жалкие, там, пять, семь, десять, двенадцать процентов голосов, после этого можно будет очень легко говорить о том, что все, как бы, оппозиционное движение окончательно сдулось, если даже в Москве вы ничего не можете. А раз вы ничего не можете в Москве, значит, вы ничего не можете нигде. И это, ну, мне кажется, главная задачка, которую власть ставит перед собой относительно московских выборов. Я совершенно соглашаюсь. Да-да. Ну вот сейчас, секундочку, у нас тут небольшая проблема с наушником. Согласен, Борис, то есть здесь вы полагаете, что важен для власти именно такой демонстрационный эффект, еще раз устроить такое публичное бичевание оппозиции, что это люди, которые ничего не могут сделать. В общем-то, даже не нужно бичевать, потому что если оппозиционные кандидаты наберут, ну, не знаю, в пределах десяти-двадцати процентов, едва ли не нужно никакого бичевания, потому что это будет само бичевание. Ну, я бы поспорил, знаете, от ради того, чтобы лично расплюнуть в оппозицию, идти на такой эксперимент, как выборы в Москве, любая компания в Москве сегодня, это фактор возможной федеральной политической дестабилизации, независимо от того, допустят кого-то или не допустят. Вот если, скажем, не регистрировать Навального, не будет его в бюллетене. Ну, что, сам факт, не регистрация Навального будет фактором повышения политической стабильности? Нет. Это будет фактор политической дестабилизации. Поэтому единственный смысл, ну, на самом деле, ситуация как бы многослойная, то есть были интересы у разных игроков. Есть интерес самого Собянина повысить статус, да, статус в элите, потому что ценность мэра, избранная по прямым голосованием, конечно, выше, и элитный статус выше, он как бы опирается уже на поддержку горожан. Он уже, это не дарованный пост, да, а полученный как бы в борьбе. Да, мы понимаем сейчас оговорками, ну, как бы в борьбе. Кроме того, это пять лет фиксированных полномочий. То есть, значит, соответственно, множество прогнозов, которые говорят о том, что там на ближайшие пару лет ситуация может быть и политически, и экономически очень нестабильной. Впереди и Олимпиада в Сочи, там, скажем, возможны какие-то экономические проблемы, связанные там с национальной энергоносителем, с проблемой федерального бюджета, там и так далее. Ну, и самое главное, что, ну, вот я упоминал сегодня этот доклад СЭПИ, на самом деле там есть разумное зерно, оно заключается в том, что 16-й год выбора Государственной Думы, это мощная федеральная компания, проводить выборы мэра за год, а там, получается, на 15-й год, ну, по 30 выборов губернаторов. Что такое, когда одновременно в треть регионов проходит выбор губернаторов? Это та же федеральная компания. То есть, по сути дела, возникает ситуация, когда подряд идут две федеральных компании. Вначале масса избирается губернатор, а на следующий год избирается Государственная Дума. Это фактор очень рискованный. И поскольку все прогнозы пессимистичные, а насколько власть находится в таком перманентном истерическом состоянии, на мой взгляд, говорят, все эти безумные инициативы последнего времени, она хватается за все, что может. Принимаются какие-то конвульсивные, подвости совершенно необдуманные, написанные на коленке решения. Вот в таких условиях, и, видимо, вот этот страх того, что Москва, вот это такая мина замедленного действия, вот решили, что пока еще спокойно, пока еще контролируем, давайте проведем с тем, чтобы дополнительно не усугублять там в 2015 году. Поэтому я думаю, что здесь вот разные интересы, они как бы сложились в одной точке, и в итоге мы получили то, что получили выборы мэра Москвы 8 сентября. Я бы просто хотел добавить, совершенно согласен с Борисом Александром, но есть еще один момент. Я бы обратил внимание, что выборы 2015, изначально запланированные, предположительно, 2015 год, в этом случае я бы в этой перспективе учел вот что. Собянин проводит определенные экономические решения в городе. Они связаны с... Впереди достаточно серьезные экономические решения, они связаны с сокращением бюджетной сферы, сокращением так называемой бюджетной социальной сети. Впереди решения по реформе системы образования московской, которые приведут, опять же, к большому количеству недовольных. Впереди решения по системе здравоохранения, то самое сокращение социальной сети. Впереди решения по прокладке гигантской, по меркам любого города, прокладки дорог, инфраструктуры, которые уже сейчас вызывают массу недовольных. Я бы хотел обратить на это внимание. Иными словами, в случае, если бы выборы проходили в 2015 году, на фоне реализации этих решений, фон в городе, напряжение в городе, отношение избирателей к потенциальному мэру, кандидату мэру, было бы могло быть совсем другим. Я бы ввел вот то, что происходит сейчас с Собянином, в контекст решений не только федерального масштаба, но и тех решений, которые проводятся на уровне города. Ну да, то есть это некий сигнал москвичам, что... Дальше будет хуже. Да, тем, кто может этот сигнал прочесть, что, так сказать, готовьтесь к худшим временам. Сейчас мы хотим зафиксировать ситуацию, пока она относительно стабильна. И просто избранный мэр в этой ситуации, безусловно, имеет несравнимо больше мандат на проведение социально непопулярных решений. Хотел бы обратить внимание. Вы меня выбрали. Ну и, конечно, никакой мэр не пошел, не стал бы жертвовать двумя годами своего правления, если бы не был уверен в победе прямо сейчас. Да, конечно. Все-таки два года — это большая доля. Нет, ну у нас бывали случаи, когда губернаторы уходили досрочно, можно вспомнить Тулеева, можно вспомнить Титова. То есть в российской практике это не в первый раз. Ну то есть фактически, как-то даже, вот вы сейчас так говорите в студии, можно говорить, что речь идет о неком, так сказать, уже фето-компли, да, решенное, дело решенное, да, игра решена. Ну она решена. И по статистике, да, ведь 45 последняя дает левада процентов. Понимаете, Сергей, она решена в каком смысле? Вот вы идете, скажем, посмотреть 225-ю постановку Ромео Джульетты. Вы примерно знаете, чем закончится. Но постановка может быть другой, да? Или Эсмиральда, да, или балета Эсмиральда, да. Да, пожалуйста, все что угодно, хоть Жизель. Вот, и вы идете, смотрите, значит, то есть вы знаете сюжет, конец-то известен. Но неизвестно, какова будет драматургия, как это будет подано, да. Поэтому главная интрига этой кампании заключается в том, что пока еще мы не знаем все-таки по какому сценарию выборы пройдут, потому что мы знаем, что хочет мэрия. Она хочет провести для себя максимально безопасный выбор в один тур, зарегистрировать максимально слабых кандидатов, которые бы никакой серьезной электоральной мобилизации не могли провести, и при этом, чтобы иметь еще явочку приличную. Но эти две задачи, они взаимно противоречат друг другу. Что хочет оппозиция? Оппозиция, во-первых, желает пропиариться по возможности максимально. Она заинтересована в том, чтобы было бы два тура, потому что уже второй тур – это моральная победа. Это совершенно другой статус главы города, который будет вынужден по-другому взаимодействовать с обществом, с бизнесом, с горожанами, с муниципальными депутатами и так далее. Поэтому вот и сейчас идет вот как раз борьба за эту самую драматургию. Мы знаем, чем все закончится, что Собянина изберут, но не знаем, как. Да, это прекрасное сравнение, что именно драматургия, так сказать, будет ли это классическая постановка, будет ли это черниковская такая постмодернистская прочтение вот этой всей сюжетов неизбежной победы Собянина. Удивительная совершенно. Но сам Собянин в этой схеме, я так понимаю, тоже ведет свою игру, да, и он увеличивает свои федеральные ресурсы, может быть, готовит плацдарм для каких-то там будущих действий и так далее, будущих возможных каких-то федеральных амбиций. Ну, вы знаете, здесь есть разные моменты. Скажем, например, в случае обсуждаемой возможной замены правительства, то было бы странно, к примеру, после, допустим, того, как он только что победил на прямых выборах мэра, скажем, сразу пересаживаться в кресло правительства, да, то есть это с точки зрения имиджевой было бы, ну, очень неудачное решение, фактически, как такое предательство города. Поэтому, скажем, с точки зрения ближайших перспектив, как возможный кандидат на пост премьера, это, наверное, эту возможность снижает. В любом случае, на ближайшую перспективу, на некой там дистанционной, может быть, на ближайшую, наверное, нет. Но при этом это увеличивает статус на весы в федеральной политической элите. То есть здесь вот плюсы и минусы, они как-то вот присутствуют одновременно. Один из знакомых моих бывших чиновников заметил, лично для меня это решение доказывает, что реальный поиск преемника начнется после 20-х. Оптимистов на вас. Ну, то есть, в смысле, сейчас уже 18-й год уже определен, Черчин, Москва взята под контроль заранее, так сказать, и крепко, и, так сказать, уже все это вперед закладывается. Да, в четвертом, да. Вы знаете, мы не знаем, что будет в России в 18-м году, никто не знает, потому что хочу напомнить, что у нас в Госдумах в 16-м году, у нас в пределе олимпиады 14-го года как-то надо пережить. И мы не знаем, в каком политическом состоянии будет странно после этой олимпиады. Потому что... Александр, вы второй раз говорите. А какие, вот интересно, какие у вас есть, так сказать, альтернативные какие-то прогнозы и волнения по поводу олимпиады? Ну, посмотрите уже, скажем, ту публичную дискуссию, которая сейчас вокруг олимпиады идет. Она, скажем, для нынешней власти является неким таким символом ее могущества, символом ее пиарных притязаний с точки зрения роли страны на мировой арене. То есть это важнейший такой сакральный символ для нее. И вот в зависимости от того, что из этого получится, получится или это фиаско, или весь мир будет в восторге, какая потрясающая олимпиада, как все прошло, как выступят там те же спортсмены. То есть совокупность множества факторов, новых каких-то скандалов, она определит отношения страны. Ведь можно вспомнить массу подобных вещей. Вспомните позднюю Османскую империю, когда потрясающий дворец Далмах-Бахче, который был построен на безумные кредиты, стал одним из символов конца Османской империи. Ну да, здесь, кстати, можно вспомнить очень интересно сейчас в Бразилии, разворачивается движение за бойкот, что иностранцам письмо, не приезжайте на чемпионат мира по футболу. Потому что это у нас пощечина бразильскому народу. И вот буквально вчера по социальным сетям прошли вот эти вот баннеры большие, что здесь такие большие имиджевые мероприятия, они оказываются очень политически дестабилизирующими для таких шатких стран, переходных стран, как Бразилия и Россия. — Олимпиада-80 не помешала вторжению в Афганистан. И, в общем, это было мероприятие скорее внутреннего характера, чем внешнего. — Да, но вторжение в Афганистан помешало Олимпиаде-80. — Ну да. — Бойкот появился. — Да, в смысле ее репрезентативности. — Ну вот интересно, да, что здесь еще раз подтверждается, что сейчас уход по Собянину, да, с поста мэра и вот его движение кандидатам на выборы — это часть очень большой долгосрочной политической игры, где задействованы и 2014, и 2016, и 2018 год президентских выборов, и даже, не побоюсь этого слова, 2024-й. Программа «Археология». Мы вернемся после перерыва. — И снова добрый вечер. Программа «Археология». Выборы мэра Москвы. Демократия или фарс? В гостях у нас сегодня экономический обозреватель Борис Грозовский, аналитик Александр Кынев и замглавный редактор Forbes Эльмар Муртазаев. Это программа «Археология». Позвоните нам в студию 6599,6, код Москвы 495. Как вы относитесь к объявлениям ОВЭ выбором мэра Москвы? Или давайте уж прямо назовем это выборы мэра Собянина. Демократия или фарс? Кому это нужно? 65, 10, 99,6. Собираетесь ли вы голосовать? Вот, кстати, интересный вопрос. Собираетесь ли вы голосовать на выборах 8 сентября? И если да, то за кого? Собственно, интересно посмотреть здесь было бы аудиторию Финам ФМ. — Если да, то зачем? — Да, если да, то зачем? — Я думаю, что подобные философские вопросы превращаются уже в агитацию против явки. — Ну почему? У людей могут быть достаточно убедительные аргументы, что все-таки... Я не знаю, как... Я вот как человек, достаточно долгое время преподававший транзитологию, демократическую теорию, я мог бы долго говорить о необходимости институтов, ценности институтов. Даже при авторитарных режимах, о том, как это возревало внутри режима франка. — Сергей, вы приходите в магазин покупать колбасу, да, и, значит, говорите, мне, пожалуйста, докторская, вам подогревают, а вам зачем? — Ну да, особенно да, особенно когда только один вид колбасы продается, как это у этого, у Сорокина в Днеопречники было два вида колбасы, там хотя бы выбиралось. У нас, собственно, предлагается выбирать из одного вида колбасы. — Слушайте, а альтернатив никаких вот из того, что выдвигалось в рамках тех процентов, которые были озвучены вот Навальный и Прохоров, это именно то, что вот называется single digit, да, цифры меньше 10 процентов? — Не факт, вовсе не факт. Известность Навального в Москве довольно высока, кроме того, важно понимать одну вещь. Все последние годы, если мы внимательно посмотрим региональные выборы, если мы посмотрим прогнозы, которые давали там социологические центры, мы увидим одну закономерность. Процент власти всегда завышался, процент иных кандидатов всегда занижался. По одной простой причине протестный лекторат очень часто выбирает в последний момент и выбирает всегда между разными вариантами. Вспомните, например, там, 2011 год, когда справедливая Россия, там, всю компанию, там, балансировала на уровне, там, 6-7 процентов, получила 13. Потому что она имела, скажем, очень высокий эффект именно выбора последнего дня. Очень похоже было когда-то с партией пенсионеров, с Родиной, там, и так далее. Я думаю, что Навальный для очень многих был вполне приемлемый вариант, и был бы Прохоров, если бы он зарегистрировался. И выбирают между, вот, либо тот, либо тот. То есть, скажем, то, что мы наблюдаем сейчас, вот, данные вопросы, это объем электоральных ядер, это тех людей, которые уже четко знают за кого. Но огромное количество людей, оно выбирает, оно будет смотреть, как подойдет компания. И многое будет зависеть от того, кто в итоге придет. Потому что от того списка кандидатов, которые будут, зависит от того, какой конкретно избиратель сочтет, что вообще имеет смысл на участок идти. Потому что если люди увидят, что нет их кандидатов, многие просто не пойдут. На выборах президента России в 2012 году Прохоров в Москве получил 20,5%. То есть, как минимум 20,5%, учитывая карусели и прочие подтасовки, которых вроде было в Москве немного. Резонно предположить, что если люди думают, что он способен справиться с функцией президента России, то уж с работой мэра подавно. Борис, одну вещь надо понимать, что голосование из-за Прохорова на президентских, из-за нашей партии на парламентских, на СССР, за Яблоко, за коммунистов и так далее, оно шло по принципу «голосуй за любую другую партию, за любого другого кандидата». Вовсе не факт, что все эти 20% за Прохорова были поддержкой лично его. Выбирать было не из кого. Поэтому, подчеркиваю еще раз, многое зависит от того, кто будет в списке. Потому что очень многие наши политики и партии, они склонны переоценивать процент, который они имеют, считая, что вот это их собственные голоса. Это не их собственные голоса. Это очень часто голосование протеста и несогласия, в первую очередь. В этом смысле, кто мог бы являться наиболее таким сильным магнитом таких голосов в качестве альтернативного кандидата? Теоретически, вот если сейчас взять. Теоретически, оптимальный вариант, когда много кандидатов, ну, немного, скажем, некоторое количество кандидатов, которые представляют разные группы избирателей, и тогда повышается явка, и за счет этого уменьшается процент, скажем, действующей власти, поскольку она опирается на довольно устойчивый конгломерат. Это в основном коммунальные служащие, это бюджетники, это, значит, работники управ. Тот факт, что объявлено, что там возглавит избирательный штаб господина Собянина, значит, Швецова, это говорит о том, что ставка будет делаться так же, как делалось на Лужковские времена. Это ставка на социалку и социальных работников, то есть учителя, врачи, бюджетники. То есть это классика, это ставка на низкую явку совершенно однозначно, выбирается фигура, максимально интегрированная в эти сети. Он же и путинский электорат. Ну, не факт, но отчасти, отчасти, не совсем. Я думаю, что здесь нет такой прямой зависимости, потому что путинский электорат немножко другой. Он, ну, грубо говоря, не стоит забывать про Лангландвагонзавод и все остальное, и на национальные республики. В Москве как раз путинский электорат, если мы возьмем прецедентские выборы, он там 46%. Это недостаточно, чтобы победить в первом туре, никак. Ну, ядро этого, это вот те люди, которых привозят на поклонную, это вот это муниципалитеты, бюджетники, учителя. Конформисты, то есть в разном виде. Ну, не конформисты, но, собственно, участники вот этого вот большого корпоративного государства, играющего по своим правилам вот этой вот поместье под названием Москва. Потому что, ну, вот новые кандидаты кого не могут мотивировать? Во-первых, это молодежь, это люди образованные, это предприниматели, то есть люди независимые по жизни, которые находятся вне традиционных сети какого-то вот такого контроля и давления. Вот именно они являются, конечно, в Москве традиционным как бы ресурсом альтернативных кандидатов. Кстати, и если мы посмотрим, вот как проходили выборы в Москве в 90-е и в нулевые годы, помимо вот названных категорий, там, бюджетников, значит, иных административно зависимых категорий, опорой власти в Севдомовске были диаспоры. Хочу сказать, что это как раз хорошо, очень хорошо мобилизуемый и очень сплоченный электорат, который привык ориентироваться на мнение неформальных лидеров. Очень сильно. Какие, к примеру? А практически любые национальные диаспоры в Москве, они всегда находились в теснейшем альянсе с властью, власть всегда поддерживали, голосовали. То есть это электорат Путина, это электорат Собянина? Здесь дело даже не в том, с какой позиции выступает власть, а в том, что, скажем так, коллективистские культуры, патриархальные культуры, они всегда настроены поддерживать того, кто властью является сегодня. Кроме того, им нужно доказывать свою лояльность, демонстрировать ее. Ну да, это в условиях административного давления, так сказать, с жесткой миграционной, так сказать, тоже такого аппарата, они вынуждены играть по правилам, как бы бежать впереди паровоза, доказывая свою лояльность существующей власти. Мы свои, мы свои. Да, да. Очень интересно, действительно. Я хочу сейчас напомнить телефон наш студийный 65 10 99 6. Будете ли вы участвовать в выборах мэра 8 сентября? И если да, за кого вы будете голосовать? 65 10 99 6. Я просто хотел добавить, что вот этот Собянинский электорат, я бубню про свое, но тем не менее, ведь ровно на него и ляжет после этих выборов та самая тяжелая длань реформ. А это идунья судьбы. Да, да, да. Ровно этот класс и получит самые серьезные последствия от реформы здравоохранения, образования, реформы системы социальных льгот, которая здесь в городском бюджете планируется, насколько я понимаю. Ровно эти люди почувствуют ухудшение своего положения. Вот это замечательный парадокс. Ну, они, мне кажется, как раз привыкли терпеть. И это наиболее такой, что ли, терпеливый, наиболее отмобилизованный, наименее такой склонный к переменам электорат, невзирая на то, что они понесут все тяжесть реформ. Татьяна у нас на линии. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, вот я уверена, что фокусник и Ильзианин Счуров все сделает, чтобы победил Собянин. Опять будет выбрасывание подкуп, запугивание, выбрасывание балетелей, курселей, досрочные голосования, выталкивать наблюдателей. Но я обязательно пойду и перечеркну. Если надо, всех перечеркну. А если будут там приличные люди, в прошлый раз я голосовала за Прохорова, по-моему. Да. А если мне никто не понравится, обязательно пойду все равно и обязательно всех перечеркну. Не жалеете, что голосовали за Прохорова? Татьяна, не жалеете, что голосовали за Прохорова в тот раз? Вот сейчас он меня страшно огорчил, когда он сказал о Навальном и об этом пауке. Да. Очень страшно огорчил. О пауке, например, да. Да-да-да-да-да. Ну, это вообще, я не знаю, чем он думает-то. Я призываю всех, обязательно надо идти, чтобы снизить фальсификацию. И надо рассуждать так, делай, что должно и будь, что будет. Спасибо, Татьяна. Спасибо, да, хорошее. Ну, как вы считаете, вот Татьяна права в том, что будет? Нужен ли этот объем фальсификации такой? Татьяна частично права. Ну, во-первых, все-таки, чур-чуров тут ни при чем, сразу могу сказать. Выборы на уровне города Москвы организует Мосгорсберком. Там сидит не менее прекрасный человек по фамилии Горбунов. Это отличник московских выборов. Именно ему обязаны своими электоральными чудесами. Прекрасная кампания 2009 года, когда в Москве были изумительные результаты. И там только две партии прошло в Московскую городскую думу, Михаил Шелушков. Так что, господин Горбунов, это наше все для московской власти сегодня. Здесь власть, на самом деле, что касается результатов этих выборов, она находится на очень зыбком поле. Потому что проводить выборы в Москве сейчас, так как они проходили когда-то, уже невозможно. Это было понятно уже весной 2012 года. И любые перегибы, попытки давить на людей, неважно, при сборе или подписи, при агитации, при явке, вляпываться в фальсификации, в условиях тотального распространения камер, мобильной связи, когда непонятно, кто где чего запишет, снимет и так далее, когда любой человек может быть свидетелем, эта власть уже прекрасно поняла, что такое в условиях современной информационной среды использовать все вот эти вот самые технологии. Поэтому, если власть вот эти границы, очень рискованные, перейдет, она может получить победу, но получить очень сильный бумеранг, который ударит по ней и на Мосгордуме, и в целом, скажем так, при каких-то иных событиях в Москве. Потому что Москва остается городом, где вот, может быть, не ходят там по 100 тысяч человек на митинги. Но это вот ситуация такого медленного кипения воды. Да, она не лезет через край, но она продолжает кипеть. И в какой-то момент она может выплеснуться. И с этим нужно было бы действовать очень и очень осторожно. Поэтому выборы, они не должны стать для власти, по-хорошему, если она умная власть, основой для недоверия к ней. То есть тогда смысл утрачивается. Ну да, зачем вся эта игра в легитимности, как бы, что мы как взрослые ребята, все как у больших парней. Вот, и тут вдруг этот цирк начинается. Конечно. Поэтому здесь, понимаете, вот есть какие-то стратегические вещи, да, и есть вещи, которые должны бы быть, если власть думает там о некой далекой перспективе. Но мы понимаем, что есть огромное количество людей, для которых существует только сегодня. И в важном проценте любой ценой. Ну, для многих политтехнологов это является таким, к сожалению, привычным местом, когда не имеет значения, что будет завтра там с своим клиентом. У нас в масштабе страны сегодня очень часто решения принимаются, абсолютно из 7 минут на сегодняшние конъюнктуры. Вот мы сами сегодня вначале говорили о том, что почему принято решение, говорили там о 14-м, о 16-м году, о 18-м. Вот если кто-то думает про 16-й, 18-й год и так далее, тогда он должен проводить выборы по уму. 65-10-99-6. Телефон студии. Код Москвы 495. Скажите нам, будете ли вы участвовать в мэрских выборах 8 сентября? И если да, за кого будете голосовать? Андрей. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Вы знаете, я всю свою сознательную жизнь, имеется в виду, начиная с конца 80-х, голосовал за либералов. Потом, с удивлением для самого себя, где-то там с середины 2000-х, я начал голосовать за коммунистов. А только они мне стали противны, если честно. И на этих выборах я тоже буду голосовать за коммунистов. У вас это протестный голос, или вы просто видите какую-то позитивную программу? Ну, я скажу так, что у коммунистов программа есть, безусловно, но голос, конечно, протестный. Ну да, но голос, но голос протестный. Потому что вы считаете, что никто из альтернативных кандидатов не может таким образом как бы дать понять власти, что есть альтернатива? Ну, меня категорически не устраивает их идеологические воззрения. Конечно, справедливая Россия тоже выглядит симпатично, но слишком за ней уже шлейф такой, скажем... Нет, там хорошие люди, безусловно, собранные. Но я не могу перебороть. Голосовали многие знакомые, а там Мизулина избрали. Ну, я не могу перебороть это ощущение, что, конечно, это уж совсем искусственное образование, как в свое время она... Ну да, вы правы, да, что это хотя бы КПРФ нельзя назвать кремлевским проектом, в чистом виде. Ну да, КПРФ, там к ним много претензий, мы все знаем эти претензии. Ну, по крайней мере, вот их эмблема, понимаете, книга на фоне «Терпай молот», она мне с каких пор стала весьма, значит... Понятно. Спасибо, Андрей, политтехнологам на заметку, что работает. 65, 10, 99 и 6. То есть, будете ли вы голосовать на выборах 8 сентября, и за кого вы будете голосовать, если придете к избирательным урнам? Ну вот, так сказать, говоря об альтернативах. Вот то, о чем говорит Андрей. Коммунисты здесь просто подыгрывают вот в эту вот игру? У них есть какая-то какая-то повестка дня? Электоральные расколы в России, они зачастую не геологизированы, на самом деле. Ну, здесь очень-очень, ну вот, как бы, говорю вещи, может быть, как бы, они банальные, для тех, кто за этим следит, но на самом деле там иногда скаталкиваешься с тем, что все равно мифология-то она жива. Вот той КПРФ, какой она была в 90-х годах, давно нет. Что такое «Красный пояс»? «Красный пояс» — это аграрная периферия, малый город, национальные республики. Именно эти территории сегодня являются электральной оплотой партии власти. Города, которые голосовали в начале 90-х годов наиболее активно за условных либералов-демократов, сегодня самый высокий процент КПРФ получает в городах. О чем это говорит? Только о том, что доминирующим фактором электорального поведения в России является скорее конформизм и нон-конформизм. Горожане, они были критичны к любой власти, потому что они образовывали. Они склонны рассуждать, они слепо выполнять приказы. А конформистское население и периферии, оно как раз-то более заинтересовано поддерживать власть, потому что она власть по определению, потому что они получают от нее пенсии, пособия, потому что там подкинут деньги на гравишки или на что-то еще. И это главный раскол. Соответственно, Красный поезд 90-х годов, это была ностальгия по власти ушедших. А как только новая власть стабилизировалась, привыкли к ней, стали ее поддерживать. И она воспроизвела все традиционные ритуалы поведения, гимн, флаг, борьбу с Западом и так далее. То есть в этом все воспроизвелось. И голосование городов за коммунистов, оно сегодня ситуативно. Я не думаю, что многие из этих людей, которые голосуют, вообще понимают, чем состоит программа, скажем, партии зачастую. Они смотрят какие-то, может быть, дебаты, они вряд ли читали какие-то тексты. Поскольку это самый сильный альтернативный вариант, то люди выбирают самую сильную из иных альтернатив. И поскольку так голосуют избиратели, то и кандидаты меняются. Посмотрите состав корпуса кандидатов КПДФ на разных выборах. Вы увидите, что там на сегодняшний день очень много интеллигенции, очень много предпринимателей. Компании по качеству ничем не отличаются от всех остальных. Там есть регионы, где среди коммунистов есть бывшие члены Яблоко, бывшие члены СПС и так далее. Поэтому российская партийная борьба, она далека от борьбы идеологической. Это скорее принцип голосования как поддержка альтернативы. Люди сознательно голосуют за альтернативу. Ну да, в отсутствии системной альтернативы люди хотя бы электоральную пытаются себе сконструировать. А вот вообще говоря об идеологиях, насколько вообще эти выборы можно сделать не хозяйственными, а идеологическими? Потому что вот сейчас ехал, слушал радио, говорит начальник штаба Швецова Собянина, что основными соперниками Сергея Семеновича будут как бы не люди, а проблемы, которые он будет решать. Ну это пропаганда, конечно. Понятно, это ее пропаганда. Но в сущности, действительно, мне кажется, что вся эта борьба, по крайней мере, как она ее нам будет сервировать на федеральных каналах и на московских, это будет о проблемах города, о хозяйственных проблемах города. А возможно ли, есть ли сценарий идеологизировать эти выборы? Ну, участие Навального с подписью Навального, вот вам примеры идеологизации, независимо от того, зарегистрируют или нет. Я думаю, что оппоненты будут говорить о проблемах, о чем мы только что говорили, по поводу будущего бюджетной сферы в городе и так далее. Но сам Бог велел говорить об этом Мельникову, например, Ивану Ивановичу и остальным кандидатам. Вообще все разговоры о том, что избирают не политика, а хозяйственник, это от лукавого. Мэр Москвы – это крупнейшая политическая фигура. И все разговоры 90-х годов про крепких хозяйственников, но были не более чем попыткой, скажем так, увлечь избирателей какими-то мифологемами. Любой руководитель, он в первую очередь, конечно, политик. Первую очередь политик, да, и как бы... Более того, Сайбанин вообще не хозяйственник. Посмотрите его биографию. Это человек, который всю жизнь занимал скорее депутатские должности, работал где-то в администрациях, занимаясь делопроизводством, политикой и так далее. Ну, как Мартин Мини. Ну, значит, губернатором Тюмени он был, значит, он был пять лет, значит, до этого был спикером, был членом Совета Федерации. Очень недолго впал в Прест, и потом пять лет губернатором Тюмени, при этом у него всегда был талант собирать сильную команду. Он сам не занимался прямыми хозяйственными вопросами экономическими. Там были люди, которые, кстати, и остались. Что интересно, ведь он команду не образовывал почти. То есть, когда он в Тюмени шел в Москву, там практически все люди, которые работали с ним, в Тюмени же и остались. Чем больше я вас слушаю, тем больше понимаю, что у нас созревает на глазах политик федерального уровня с далеким прицелом. Но вот об этом мы во всем поговорим после рекламного перерыва. Добрый вечер. Программа «Археология». Говорим мы о выборах мэра или о выборах Собянина, как вам угодно будет это называть. 8 сентября в Москве. У нас в студии мой соведущий замглавного редактора Forbes Эльмар Муртазаев, политический аналитик Александр Кынев и экономический обозреватель Борис Грозовский. Вы знаете, вот мы закончили наш разговор перед рекламной паузой над тем, что Собянин, собственно, и выборы эти организованы с очень далеким прицелом. Вот давайте на секунду попытаемся представить, а если действительно вот сейчас Собянин, его срок полномочий подходит к концу, к 2018 году, да, ну, видимо, 2018 у нас тоже с ним все определено, если говорить о 2024 году. Какие вы пессимисты все-таки? Ну, бог знает, может быть, может быть, 2018 год. Вот если вы пытаетесь представить, что Собянин в ситуации какой-то дестабилизации, форс-мажорных обстоятельств начинает баллотироваться на пост президента Российской Федерации. Ведь, как кажется, у человека послужной список вполне адекватный для этого, для всего. Главное, что он достаточно политический, сильно подкованный. Знаете, я думаю, что заглядывать так далеко абсолютно бессмысленно. И, знаете, с таким же успехом можно писать фантастические романы. Никто не знает, что будет в России в мире в 2017-2018 году. Сейчас горизонты планирования реально все-таки там 2-3 года ближайшие. И идет минимизация рисков. То есть, в первую очередь, минимизируются риски. Это главное. А все остальное будут новые лидеры, совершенно однозначно. И то, что процесс обновления политических элит идет, то он только начался. То есть, я думаю, что летом, годы через 2-3, тем более, через 5 лет мы будем иметь абсолютно другую политическую элиту. И будем говорить об абсолютно других политиках. Собянин очень техничное управление. Собянин может быть в любой позиции, на любой должности. Даже если сравнивать его как мэра с Юлием Михайловичем Лужковым, может быть, нету вот этой всенародной такой любви к Лужкову, как к деду, который ходит в кепке. Да, архетипичный. Да, зато нет кокошников, кулебак и пчел. Да, да, да. Но отношение к Собянину такое ровное, ровное. Это не любовь, это контракт. Он делает гораздо меньше ошибок, чем Лужков. Он гораздо меньше разрушает исторических памятников. Те уплёки, которые есть к нему... С оговорками, что сейчас в эти дни ломают дом Балконского, ну, в принципе, да. Да, соглашусь. Просто количественно намного меньше. Те претензии, которые есть там по поводу плитки и прочего, но они ни в какое сравнение не идут к тому, как, так сказать, испортил Москву Лужков, да? Да, не говоря о том, что в отличие от Лужкова, Собянин берёт, очень часто принимает непопулярные, но необходимые решения. Вот можно обсуждать механизм, как бы, как это принимается, механизм общественной дискуссии вокруг этого и так далее. Но куча решений... Ведь многие решения собянинские, которые там могут нравиться, не нравиться, и уж тем более, как они принимаются, да, может нравиться, не нравиться. Но давайте вспомним, что это всё назрело во времена Юрия Михайловича Лужкова. Ну, одна вещь важна понимать. Сергей Семёнович человек очень прагматичный. И особенно учитывая того крайний прагматизм, который он демонстрировал на всех постах, где он находился, вот власти города будут позволять себе ровно столько, сколько позволят горожане. Поэтому вот именно возможности того, что себе могут, смогут позволять власти города после 8 сентября, и будет зависеть от того, по какой драматургии он будет избран. Если это будет ситуация, когда он будет вынужден договариваться и формировать, и расширять свою коалицию, понимая недостаточность того административного ресурса, который есть, и чувствуя потребность договариваться с какими-то общественными группами, тогда будет другая политика, и тогда будут другие решения. Потому что мы понимаем, что выбор есть всегда. Одно и то же решение может быть принято с более жёстком, более мягком варианте, с одними оговорками, с другими оговорками. И это очень важно. Именно поэтому как раз важно участие в выборах, именно поэтому важно, чтобы процент победы был не таким, чтобы считать, что всё, можно его делать всё, что угодно, ни с кем не считаться. А именно таким, чтобы власть постоянно оглядывалась, постоянно... Ну да, чтобы, как вы сказали, чтобы он был на контракте. Да. А какую, скажем, повестку дня можно предлагать для того, чтобы сформировать вот этот вот контракт? Что должно войти? Какой список требований могут выдвинуть москвичи к Собянину в качестве его практически неизбежного избрания, в качестве платы за вот это вот избранное? Местное самоуправление, я думаю, одно из вещей, потому что Москва — это город, где жители сегодня мало на что могут повлиять. Конечно, есть вещи, которые в масштабе города требуют решения. То есть понятно, скажем, что реформа транспортной инфраструктуры, она не может быть выгодна всем. Никто не хочет, чтобы возле дома строили метро, конкретно вот за окном. Никто не хочет, чтобы реконструировали улицу, где он живёт. Ну, Ленинский проспект сейчас большая тема. Ну, тогда вообще невозможно ничего будет делать. Поэтому здесь вот есть вещи, которые не могут быть популярными по определению, потому что всегда будет кто-то крайний, кому-то не повезёт. Ну, да, и эти вопросы, наверное, должны решаться, на мой взгляд, городом. Но есть масса других вещей, в которых действительно граждане должны иметь право быть в последней инстанции. Это касается того, скажем, строится там точечные застройки, да, касается благоустройства района, там, названия улиц и так далее. То есть масса вещей, которые касаются именно непосредственных вопросов жизни конкретного района. Я бы вот нашим гостям хотел задать один вопрос. Вот он, образ Собянина, сильный хозяйственник, да, очень, в общем, на фоне, российском фоне, хороший администратор. Человек, который очень грамотно ведёт предвыборную кампанию, хотя бы те же решения, которые уже приняты. А вот что этому может, этому достаточно, давайте признаемся, сильным образом может противопоставить оппозиция? Как, что, какие идеи? Какой образ? Очень простая идея, мне кажется. Не нужно соперничать с Собяниным, как с мэром, как с хозяйственником. Ни у кого нету, ни у кого из оппозиционных кандидатов, там, даже у Сергея Митрохина, партия которого пытается что-то делать на городском уровне, там, вот они, Темилеевский парк убрали, весь мусор вычистили, ещё что-то. Ни у кого нету, ни у кого нету опыта регионального управления, ни у кого нету никакой, естественно, ни программы, ничего. Мне кажется, что можно пытаться опрокидывать доску, то есть говорить, что это не выборы мэра, а это, как бы, референдум о поддержке политического строя, политического курса городом Москва. Ой, я боюсь, что... То есть переводись игру на федеральный уровень и говорить, что это, как бы, референдум ставленнику Путина. Но здесь есть риски, Борис. Риски заключаются в том, что это тот самый сигнал избирателю, что эти люди с демократической программой ставят вопрос о стабильности. Ведь один из важных инструментов, за который этот конформист или неконформист голосует за Собянина и голосует за власть, это то, что спокойно, стабильно. А вот как только возникает перспектива идеологизации конфликта, сразу маячит призрак каких-то беспорядков, лихих 90-х и прочее, прочее, прочее. Это то, что избирателя пугает. И в этом смысле, может быть, ты позволишь, я продолжу некую мысль. Мне кажется, что очень важно в этом смысле оппозиции, рисуя эту программу идеологизации, тем не менее показывать, что свобода, это не значит 90-е. То есть, что свобода, это тот же комфорт и качество городской жизни, который вы уже получили в этом потребительском обществе, плюс к этому, но плюс к этому та самая свобода. Вот этот важный... Плюс участие, то есть комфорт, да, плюс ваше, плюс ваше участие. Ты знаешь, я почему это вспомнил? Я тут недавно наткнулся на... Случайно увидел кино, прекрасное кино, называется «Нет». О чилийских выборах, выборах... А, когда Пиночету сказали. Да, когда сказали «Нет, Пиночету». В терминах российской политики Пиночет прекрасный хозяйственник, отличный администратор. О да. Вот. И с этой точки зрения была компания... Это очень спорное утверждение. Есть дискуссия на эту тему, насколько он был хорошим руководителем, скажем так. В той ситуации, тем не менее, да, вот как была построена компания Пиночета. Он подчеркивал экономические преимущества Чили и прочее, прочее, прочее. И компания его противников была выстроена по другому принципу. Они говорили, что нет-нет-нет, речь не идет о том, чтобы... Там было куча предложений помянуть жертв репрессии Пиночета, вспомнить о тех зажимах свободы и так далее. Нет, они рисовали образ свободной Чили, в котором люди избирают свою власть, в котором люди прекрасно валяются на газонах, в котором люди... Представьте себе образ конкурента Собянина, который едет в метро с москвичами. Вот просто вот эти маленькие детали, в которых вдруг выяснялось, что нет, метро входит все так же. Оно с тем же распорядком, транспорт работает, качество парков и прочее, прочее. Только вдобавок к этому еще и свобода. Кстати, могу сказать, вот есть вещи, которые, скажем, часть общественности может потребовать в обмен на поддержку Собянина. В следующем году Московская городская дума. Правила ее выборов, на самом деле, практически не изменились. В городе с таким гигантским населением сейчас 35 депутатов, но будет 45. Даже 45 это смешно. Это, учитывая, что смешанная система, половина список, половина округа, это одномандатная округа размером со столицу другого субъекта федерации. Это полное безумие. То есть нормальная численность Московской городской думы, чтобы хоть как-то были представлены жители города, должна быть там не менее 75 депутатов хотя бы. То есть нужно требовать как минимум гарантий принятия нормального избирательного закона. Сознательно, сознательно Московская городская дума сегодня избирается по правилам, по которым в нее могут избираться только денежные мешки, да, и люди, опирающиеся на жесткий админресурс. Потому что когда у вас в округе избирательном там несколько сот тысяч избирателей, это означает, что только человек с гигантскими финансовыми ресурсами может вообще рассчитывать на то, чтобы провести компанию. Это то, что можно требовать от власти сегодня. Потому что мы что хотим, чтобы в 2014 году получить Московскую городскую думу, в общем, такого же качества, как нынешняя? А вы предвидите какие-то возможные интересные альтернативы, интересные сценарии на выборах 2014 года? Или пока еще рано загадывать на выборы Мосгородского? Ну, я думаю, что проблемы для власти будут сохраняться. Обеспечить большинство, как минимум по партийным спискам, будет практически невозможно. Я думаю, что даже не исключена ситуация, когда там может даже пирогоместа в Москве не быть, если будет динамика такая, как сейчас. И власть наверняка будет в следующем году пытаться Мосгородуму выигрывать по кругам. И вот эти большие круга, где тяжело идти общественнику, где тяжело идти, скажем, человеку, который опирается на какую-то альтернативную систему коммуникации, очень тяжело будет избираться. Поэтому избирательная реформа – это злок нормального представительства. Скорее всего, власть московская городская в следующем электоральном цикле в Мосгородуме будет опираться на тех людей, которых она попытается протащить именно по этим гигантским избирательным округам одномандатным. Тут еще нужно ведь учитывать, что в нынешней системе власти Мосгородума в Москве практически никакого значения не имеет. Она не имеет значения, потому что она состоится из абсолютно удобных людей. Институционально она может играть роль? Может, конечно. Конечно, может. Если был бы другой состав Московской городской думы, многие решения, принимаемые в городе, были бы абсолютно другими. Конечно, да. Это та самая инфосфера дискуссий и обсуждения. Ну да. Мы здесь действительно выходим на какие-то части контракта, которого мы, как москвичи, вправе требовать от Собянина в грядущем нашем заключении соглашения. Хотя, конечно, меньше всего хотелось бы здесь говорить, что выборы решены, что сценарии уже прописаны и все роли розданы. Но все же, если, так сказать, даже будет избираться явным преимуществом будет идти кандидат Собянин, хотелось бы, чтобы мы все заявили какую-то повестку дня, в том числе других выборов Мосгордумы и большего роли муниципального самоуправления в том, как это все происходит. Мне кажется, собственно, что наша полития как-то в этом направлении и развивается, учитывая тот, так сказать, зажим и пресс, который идет сверху. Так или иначе, мне кажется, политика, она должна прорастать снизу вот такими вот вещами. Ну, я думаю, что это естественная вещь, потому что вообще демократия, как процесс самоорганизации, всегда снизу шел. Насадить ее сверху физически невозможно. Если нижних корней, то ничего не будет. В оставшиеся минуты у нас, вот я пытаюсь понять, сценарий Навального вообще практически не проходной. То есть сейчас он себе еще глубже копает, грубо говоря, яму, ввязываясь в эту игру в Кирове. Я думаю, что Навальный ведет себя абсолютно грамотно, но он как раз не делает в этой ситуации абсолютно никаких ошибок. Потому что, участвуя в выборах мэра и заявив о готовности участвовать, он себя показывает человеком, который готов на себя брать ответственность, в чем его многие упрекали. А власть, которая, скорее всего, не будет его регистрировать, делает ему очередной пиарный подарок. И получается ситуация коммунитивного эффекта, то есть политические выборы, недопуск на выборы, на этом же фоне идут судебные процессы и так далее. То есть он сознательно идет на очень рискованные вещи, но имиджево с Навальным в этой ситуации ничего не теряет как раз. Для него может быть рискованная ситуация, что вот если его регистрируют и, скажем, проводят какую-то массовую кампанию по борьбе с ним, он там получает какой-то очень низкий процент. Но это очень рискованная игра. Я боюсь, что у власти сегодня нет однозначного какого-то волшебного средства, вот как электорально уничтожить Навального в Москве, потому что борьба идет уже несколько лет, а воссыны не там, честно говоря. Ну вот мне кажется, кто действительно проиграл ситуацию, так это Прохоров, потому что его поведение в последних дней, ну ни в какие ворота. Вы знаете, вот то заявление, которое сделала Ирина Прохорова о том, что она лично проголосует за Навального, было для Прохорова каким-то выходом, на самом деле очень хорошим имиджевым выходом, потому что поддержать человека, который имеет сопоставимый рейтинг в Москве, это было бы, в общем, довольно красиво. То есть мы поддерживаем единого кандидата на выборах московского мэра. А заявление про Паука, заявив это, на самом деле Прохоров себя поставил в один ряд с Пауком, что, в общем, сразу превращает его фигуру из некого самостоятельного игрока в какой-то элемент политики, в какой-то фарса политического какого-то шута, шоу-марионеток, да, получается, как какой-то. Поэтому Прохоров очень сильно потерял на вот этих своих метаниях. Ну что ж, у нас, к сожалению, время наше подходит к концу. Ну, есть еще время избирательной кампании. Я здесь хочу вот подчеркнуть еще раз то, что сказал Александр Кынев, что сценарий, есть такое ощущение, что сценарий написан, мы все статисты в этой игре, интересно только какая-то режиссура будет. Но мне бы хотелось закончить с надеждой, что когда-то все-таки наступят времена, когда мы будем не только актерами и статистами, но и авторами и драматургами этой всей игры. Программа «Археология». Сергей Медведев. Доброй ночи и удачи.